Сохранение добрых традиций – это очень важно и нужно нашему обществу сейчас. Именно так считают организаторы и партнеры уже 11-го областного инклюзивного фестиваля «Вместе мы сможем больше». Этот фестиваль особый, ровно настолько, насколько особые и уникальные ребята принимают в нем участие. А это более 450 ребят из всех регионов Брестской области, большинство из которых – это дети с особенностями психофизического развития и с инвалидностью. Задачей фестиваля является формирование инклюзивной культуры общества, что выражается в толерантном, гуманном, терпимом, а главное – добром отношении не только детей к друг другу, а всех людей в целом. Мы поменяли несколько лет назад формат этого фестиваля и у нас исключительно инклюзивные номера присутствуют на сцене. Это вместе один номер готовят ребята с особенностями в развитии и их нормально развивающиеся сверстники. Такая совместная творческая работа, такая ответственность друг за друга, она настолько сплачивает ребят. У них абсолютно спадают все границы, которые, возможно, существуют. Организаторами фестиваля являются Управление по образованию Брестского областного исполнительного комитета, Брестский областной центр коррекционно развивающего обучения и реабилитации, Брестский государственный областной центр молодежного творчества. И все они объединены одной целью – разрушить барьеры в общении между детьми и детьми с особенностями. Ведь барьеры есть и образовываются они на основе стереотипов. Для того, чтобы стереотипы снять, нужно как можно больше информации владеть. И вот цель нашего фестиваля – как раз-таки создание инклюзивного общества, разрушение тех стереотипичных барьеров, которые в сознании людей существуют. Мы этим фестивалем в первую очередь хотим показать успехи ребят с особенностями в развитии. В первую очередь, насколько они талантливы на таких вот неформальных творческих площадках, в творческих номерах. Фестиваль представляет собой наполненную, очень яркую, насыщенную программу. Сначала мы уже ждали интерактивные площадки, на которых они могли вылепить из глины сувениры, ярко и красочно декорировать печенье, посетить выставку работ талантливого юноши-аутиста Матвея Вельгаса и многое другое. Важной частью праздника стали волонтеры. Это не безразличные молодые люди, которые пришли в этот день поддержать особых ребят и поделиться с ними своей энергией, теплом и добротой. Мы работаем на Советской, мы часто очень много видим детей. Некоторые дети не могут сами к нам прийти, они сегодня здесь. И для нас это счастье просто дарить им какое-то волшебство, чтобы они на нас смотрели, с ними обниматься, видеть эти искры в их глазах, как они к нам идут, просто это непередаваемое ощущение. Проходил фестиваль в формате стрим. Часть участников выступала на сцене в этот день, а другая часть – это видеоролики творческих проектов, которые были представлены друзьями фестивалей из России, Грузии, Луганской, Казахстана. Конечно, культовым моментом мероприятия был именно инклюзивный концерт. Он принес много радости всем участникам и гостям и в очередной раз показал, что дети особенные не только в силу своего здоровья. Они творческие, яркие и очень способные. И такой праздник им очень нужен. Да, я рад. А там фокусы очень понравились. Это белый вкусный дым, эти взрывы. Сейчас нравится, как паука делают. Довольно быстро делают. Здорово, что фестиваль вообще состоялся, ведь в силу эпидемиологической обстановки решение его проведений принималось не просто. Самое главное для детей этот фест – это глоток воздуха, это праздник, это долгожданная встреча с добрыми и небезразличными людьми, это возможность показать себя миру и быть услышанным. Мы, конечно же, прислушиваемся к рекомендации наших коллег, наших медиков, организуя такого рода мероприятия. Но понимаем, что сегодня нам нужно особенно пристанно взглянуть на проблематику вот этого социального одиночества. Она была достаточно актуальна и в прошлые годы для этих деток. Да и не только для детей, это и для взрослых, кто, к сожалению, имеет определенные проблемы. А в этой ситуации она усугубилась. И мы осознанно сегодня начинаем возвращать вот эти вот формы, которые позволяют любому человеку и тем более ребенку понимать, что он не один, что семья не одна, что он вместе. И девиз нашего фестиваля такой, какой он есть.